Приветствую вас! Во-первых, хочется сказать, что расставание всегда дается тяжело, всегда расставание дается нелегко, и переживать по этому поводу, по поводу расставания, нормально. Конечно, другой вопрос заключается в том, насколько это у вас долго длится. Да, то есть, как долго вы переживаете по поводу этого. Это первое. Второе. Апатия к жизни, вот именно то, что у вас возникло, она появилась, она апатия, я имею ввиду. Свидетельствует о том, что уже довольно давно вы жили своим молодым человеком. То есть, себя вы, вероятно, потеряли. И потеряли, вероятно, давно. Хотя, может быть, здесь я и не прав. Потому что это нужно исследовать дополнительно. Если вы себя потеряли, если вы стали себя обесценивать, то нужно посмотреть, на каком обновании вырослись, из-за чего вы расстались, что послужило причиной расставания. Смогли ли вы отпустить человека? То есть, смогли ли вы принять, вот, факт того, что вы не вместе? Вот, или, по сути, продолжаете еще надеяться на то, что вы будете вместе. Это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что от него чуть ли не напрямую зависит то, как вы себя позиционируете. Вот. Вполне вероятно, что расставания вы приняли как-то на свой счет. То есть, вполне вероятно, что вы считаете, или думаете, что человек остался с вами из-за вас. Из-за вас, что это вы за это ответственны. Ну, что с вами расстались. И что это вы не какая-то плохая, к примеру, да? Вот. Хотя, на самом деле, понятно, что это не так, и что ничего плохого, ничего вы не сделали, и в общем-то, сделать не могли. В принципе. Вот. То есть, здесь вот примерно такой аспект ситуации, которые тоже нужно исследовать. Вот. В целом, мне видится раскрытие ваших чувств по данному поводу первостепенной важности. То есть, мне представляется, что раскрыть ваши чувства по данной ситуации является первостепенной важностью. То есть, выразить все свои чувства, выразить, выплеснуть их, изучить их, увидеть их, поработать с ними. и для себя, извлечь какие-то выводы. Все это можно сделать на бесцелях с психологом. Вот. Справляться ничем не нужно, Евгения. Потому что, справляясь вы только лишь подавляете еще больше. Вот. А это, я не думаю, что он хороший для вас вариант, ну или подходящий для вас вариант. Вот. Полезный. Полезный. Полезный для вас вариант. Я не думаю, что это полезный вариант. Вот. Поэтому, нужно исходить вот из этих моментов. Итак. Думал, пройдет со временем, но становится только хуже, потому что вы ничего не меняете в сентябре, но остались молодым человеком. Извечаю, ощущение одиночества добивает окончательно. Ощущение одиночества, то есть, вы не переносите сами себя, Евгения, да? По каким-то причинам. Я перестал совсем радоваться каким-то мелочам жизни, потому что они не сыты для вас никакого смысла. Каждый день невыносим, я просто живу от сна до сна, от сна до сна. Но, опять же, вам самой ничего не интересно. И реву. Слезы, это, собственно, собственно, да, ну, это обида, чувство потери, а потеряли вы, опять же, что-то для себя. Сегодня древело прямо на лекции в университете, просто возьмите умываться холодной водой, чтобы хоть как-то это остановить. Я не знаю, как вырос из этой ямы. Для начала, в университете, как правило, есть психологи, которые работают со студентами. Вот. Так что, вы можете обратиться к университетскому психологу, он, по идее, должен быть бесплатный. Вот. Вам должны помочь. Вам должны помочь. Там. Вот. Поговорите с психологом. Вот. Я уверен, что он потом поможет. Если психолога нет, то выбирайте себе специалиста здесь на сайте и, соответственно, начинайте с ним работать. Работать именно над тем, чтобы выразить свои чувства, понять их лучше, осознать их лучше, с одной стороны, с другой стороны, чтобы принять себя и найти новый смысл жизни, а также разобраться в том, как вы восприняли вас в расставании. Ещё раз. Не рассмотреть и не разобрать само расставание по себе. А именно, именно, разобраться с тем, как вы восприняли его. Расставание имею в виду. Это очень важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.